Пресс-конференция первого заместителя комитета Госдумы Российской Федерации по конституционному законодательству и госстроительству состоялась в городе Видное. Вячеслав Лысаков курирует вопросы дорожной безопасности. Он является автором и соавтором 31 законопроекта. В настоящее время депутат занимается разработкой новых законопроектов, в числе которых закон о такси, о штрафах за нарушение правил дорожного движения и другие. Подробности у Ларисы Вольновой. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Лысаков во время рабочего визита в Ленинский район принял участие в пресс-конференции. В первую очередь журналистов интересовали цели поездки. Задача основная, сверхзадача депутата, когда он приезжает в свой регион, в свой район, это встреча с избирателями. Мы сейчас посещали центр «Дельфин», великолепное абсолютно место. Просто я под впечатлением. Значит, центр отдыха и семейного отдыха, и спортивные занятия. Меня поразила, знаете, какая деталь? Спросил, мы зашли в бассейн, я говорю, как вода обеззараживается, хлорируется? Нет, медь и серебро. Медь и серебро. Конечно, это не в каждом крупном городе такой подход вообще. Вячеслава Лысакова по праву можно назвать куратором Ленинского района. Он не только является нашим частым гостем, но и активно участвует в жизни района. В ходе конференции корреспонденты задавали и вопросы о встрече депутата с коллективом Ленинской районной ветеранской организации. Вроде бы уже по возрасту старички, но все бодрые, все неравнодушные. Сегодня много там, ну, то, что успели, поделились своей болью. В частности, проблемы с несовершеннолетними узниками концлагерей, потому что здесь государство им, конечно, еще в долгу, не додало им их. Был разговор о том, что блокадники тоже их подразделяют на группы. Представители были этой группы, говорили об этом. Разные блокадники. Кто кого-то инвалидами посчитали, инвалидами войны, а кто-то инвалидом потом стал, значит, не считают. Это типа по старости, а блокада не оказала влияния якобы на это. Так далее. Тоже, конечно, много несправедливости осталось. Я в профильном комитете эти темы подниму, с коллегами поговорю. Участником конференции был и глава Ленинского района Сергей Кошман. Он дал комментарий на вопрос о сегодняшних социально-экономических позициях района. Мы один из немногих муниципальных районов, который жестко и четко выполняет план налоговых поступлений. Хочу сказать, что оценка плана налоговых поступлений является базовой при оценке вообще функционирования любой территории. Мы действительно собираем порядка 22-23 миллиарда налоговых поступлений, при этом бюджет района 950 миллионов. Справедливо это или нет? Есть смысл для того, чтобы задуматься, притом так серьезно задуматься, по причине того, что уж коль скоро речь идет о перспективах передачи полномочий на верхний уровень вместе со средствами, то можно понять, что следующий год впервые Ленинский район за всю его историю сделает дотационным. Журналистам было интересно узнать, над какими законопроектами сейчас работает Вячеслав Лосаков. Непосредственно я в Думе, являясь первым запретом комитета по конституционному законодательству гостроительства, отвечаю за КОАП, Кодекс административных правонарушений. Кроме всего прочего, курирую дорожную безопасность. В настоящее время мы подготовили к принятию во втором-третьем чтении законопроект, который предполагает усиление ответственности за пьяную езду и повторный отказ от медосвидетельствования. Мы ввели повышенные санкции с 1 сентября. Если раньше только лишали прав, то сейчас на первый раз 30 тысяч рублей лишения прав на 1,5-2 года. Повторно, если человек попался пьяным за рулем, то 50 тысяч рублей лишения прав на 3 года. У депутата Госдумы остались хорошие впечатления от очередного посещения района и города Видное. Сегодня проезжали опять Видное, но сердце радуется. По центру проехали, всё озеленение, всё положено, плиточка, фонтан, церковь тут. Всё, ну вот как надо. Не в каждом городе, известном, крупном городе такой порядок. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.